Привет, с вами EnjoySmoke, и сегодня мы поговорим о гибридном баке-дрипке CYLIN от компании Vesmec. Этот татамайзер меня скорее огорчил, нежели порадовал, ввиду своей чересчур уж замысловатой и немного ненадежной конструкции. CYLIN R2UP, как и большинство девайсов от Vesmec, Decisioned by J-Bomb, и не так давно он выпускал видеоролик, в котором он проводил тур по фабрике Vesmec, на котором он показывал, что они там вроде что-то работают, таскают коробки с одного места на другое, и все хорошо. Но на самом деле, мне кажется, что J-Bomb стал наркозависимым, а обстановка, при которой он придумал это верта, выглядела так. Иначе я просто не понимаю, как можно было сделать это. Но давайте по порядку рассмотрим девайс, и я расскажу о всех его косяках, боках, и почему мне кажется, что это днище. В комплектацию девайса не входит ничего особенного, а лишь пару запасных орингов, запасное стекло, какой-то калечный 510-й дриптип и два ночь-коила. Сам по себе CYLIN задумывался как автодрипер, за счет своего резервуара под жидкость, который находится сверху. Но вот реализация оказалась слишком кривой, ненадежной и протекающей. Но плохое давайте оставим на потом, а начнем с хорошего. Мне очень понравилось, как здесь реализована система обдува спиралей, то есть вместо стоек здесь обдувы. А сама RTA рассчитана под односпиральные билды, и в принципе ее можно использовать как односпиральную дрипку. Для этого просто нужно снять верхний резервуар для жидкости и вместо него поставить любой 22-мм топкэп. В таком ключе дрипка имеет право на жизнь. И даже сами висмейки поняли, что облажались и начали постить на своем инстаграме фотки CYLIN с топкэпом от Indestructible. Быть может они выпустят отдельную версию CYLIN как дрипки с 22-мм топкэпом абсолютно без этого верхнего ненужного резервуара. Кстати, резервуар для жидкости можно переставить с CYLIN на Indestructible и получить дрипку с механической дозаправкой. Именно механическая. Потому что, чтобы дозаправить жидкость из этого резервуара, нужно на топкэпе провернуть кольцо. После чего откроется отверстие снизу, откуда жидкость должна капать, но по факту она просто льется ручьем. И в принципе все бы было хорошо, если бы это кольцо проворачивалось бы нормально, а не постоянно срезало кожу с пальцев. И в принципе КПД таких действий близится к нулю. Намного проще взять пипетку, один раз капнуть в дрипку и все гг. Стоек для спиралей в том виде, в котором мы привыкли видеть, их здесь нет. Здесь есть скорее пространство, в котором зажимаются ваши хвостики спиралей болтами. И то я бы не сказал, что это идеальная установка для односпиральных койлов, потому что эти винтики вечно выпадают, теряются. И в принципе места там не так уж и много. Обычный фьюзик поместится, а что-нибудь пожирнее уже маловероятно. И раз уж дрипка односпиральная, то и соответственно обдува в ней не так много. Тяга действительно тугая. Я бы сравнил бы ее, наверное, с каким-нибудь грифином. То есть для РТА это хорошо, но для дрипки этого недостаточно. Но по факту односпиралки предназначены для передачи вкуса, поэтому придираться здесь по большому счету не к чему. А вот на самом Сайлине с горем пополам, но автодозаправка работает. Для этого нужно лишь просто правильно уложить вату. Весь смысл в том, чтобы не просто напихать побольше ваты, а в том, чтобы ее приподнять к топу путем укладки полумесяцем самой ваты. Таким образом, чтобы она касалась этих отверстий для подачи жидкости и тем самым их перекрывала. И жидкость поступала только тогда, когда надо, а не всегда. И вот после всех манипуляций с укладкой ваты мы надеваем само тело дрипки, которое держится не просто на рингах, а на каких-то пазах. То есть ее нужно одеть и провернуть, и только тогда оно встанет на место. Казалось бы, конструкция крепкая. Все бы ничего, если бы не опять этот конченый резервуар для жидкости, на котором есть две насечки, которыми нужно попасть ровно в пазы внутри тела дрипки. И вот после этого она только сядет. Все бы ничего, но только она там абсолютно никак не держится таким способом. То есть устанавливать ее неудобно, а для того, чтобы она улетела с дрипки, нужно просто на нее подуть. То есть это просто полный бред. Кстати, верхняя заправочная крышка тоже там не сидит. Она, если закрытое отверстие подачи жидкости, то она давлением просто как-то выскакивает сверху и не садится туда. А если их открыть, то просто оно польется ручьем вниз и, короче, все будет в жидкости. В общем, я остался очень недовольным этим девайсом. В целом задумка была интересной, но вот реализация подкачала. И что остается, только пользоваться ей, наверное, как односпиралкой без этого резервуара. На этом у меня все. Накипело. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно было полезно для вас. Лой, субскрайб и все такое.